Пасхальный фестиваль открылся для архангелогородцев прекрасной музыкой души и сердца, звучавшей под сводами кирхи. И главное чувство, которое не отпускало весь концерт, какая-то особенная светлая радость. Если мы находимся на связи с Богом, то радости у нас больше. Певчие московского Данилова монастыря считают себя наследниками древних традиций. В 13 веке церковные песнопения исполняла монастырская братья. С конца 17-го стали приглашать светских музыкантов с хорошими голосами, чтобы украсить праздничные богослужения. После тысячелетия крещения Руси, празднований, которые прошли опять-таки в нашем монастыре, было решено восстановить тот дореволюционный праздничный хор, который существовал. А он состоял из большого количества оперных певцов, певцов из других светских коллективов. То есть такой мощный был коллектив, который действительно украшал богослужение. По достоинству оценили музыканты и зал Кирхи, посетовав лишь на его небольшую вместимость. Но кому удалось попасть в мир гармонии души и песни, пришли на концерт целыми семьями. Настроение праздничное. В пасхальную неделю для нас устроили замечательный праздник. Этот замечательный хор. Пасхальный фестиваль проходит в столице Поморья уже шестой год. Но именно в этот раз он приобрел новое звучание. Теперь это не просто фестиваль музыкальный, а одновременный фестиваль православных музыкальных культур. И объединяет в себя фестиваль многие другие форматы. Мастер-классы, учебные сессии, гастрономические фестивали, выставки, встречи со зрителями. Несколькими днями позже в этом же зале прошел благотворительный вечер. На него пригласили детей из детдомов и школ-интернатов. Пораженные, восхищенные и очень счастливые. 170 неизвестных жителей Архангельска купили билеты и подарили их детям. Так как Пасха, праздник, в принципе, добра и милосердия, то мы подумали, что артисты филармонии тоже должны внести свой вклад в этот фестиваль. И мы решили сделать такой благотворительный концерт. Собственная идея появилась в процессе подготовки этого фестиваля. И вот сейчас она реализовалась. 300 юных слушателей из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска побывали на концерте. Для многих из них это был первый ознакомительный визит в филармонию. Музыканты пошли навстречу ребятам. Прозвучали не только классические произведения, но и композиции из всем известных мультфильмов. Я бы хотел сразу же ехать на этот концерт и шел посмотреть, кто там выступает. Нам сказали, что мы поедем в Архангельск. Я готовилась и надеюсь получить массу впечатлений, так как по внешнему виду здесь очень красиво. Учителям и воспитателям нелегко настроить детей на нужную музыкальную волну. Но по их словам, все трудности отступают на второй план, когда они видят довольные и заинтересованные глаза своих воспитанников. Музыка для души – это праздник, можно вот так сказать. Поэтому дети ехали сюда как на праздник. Они желали услышать, они хотели отдохнуть, окунуться в этот мир музыки и вдохновение получить какое-то от всего этого. Благотворительные концерты также пройдут на Водвинске, Приморском районе и округах Архангельска. И это наверняка станет доброй традицией для Поморской филармонии не только в пасхальные дни. Фестиваль закроется 30 апреля большим гала-концертом в камерном зале филармонии.